Когда Абу-Бакр, вводя довольным Аллах, провел утреннюю молитву в понедельник, пророк встал со своего места и посмотрел на него. Затем Абу-Бакр попросил разрешение пророка, миром и благословения Аллаха, для поездки в Сунх. И будучи там, до него дошла весть о смерти пророка, миром и благословения Аллаха, и он вернулся в понедельник, во время Духа, зашел к пророку, миром и благословения Аллаха, в дом Айши, приоткрыл его лицо, поцеловал между его глаз и сказал, «Да будут мои родители выкупом за тебя, ты благой, жив ты или мертв» у посланника Аллаха. Что касается первой смерти, тот уже вкусил ее. Клянусь Аллахом, Аллах не объединит в тебе две смерти никогда. Затем он прикрыл его лицо. Между людьми воцарилась анархия. Между тем, кто верит в смерть пророка, и тем, кто не верит. Аумар провозглашал среди людей. Кто скажет, что Мухаммад умер, того я убью этим мечом. Поистине, он отлучился так же, как и отлучался Муса. Он непременно вернется и отрубит руки, ноги и языки лицемером. Абу Бакр пришел к нему и сказал, «О, Умар, что это такое?» Аумар не слышал его. Али и Усман хранили молчание. Тогда Абу Бакр, ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, поднялся на Минбар, восхвалил Аллаха и призвал его благословение на пророка и сказал, «О вы, люди! Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, поистине Мухаммад умер. А тот из вас, кто поклонялся Аллаху, поистине Аллах живой и не умирает». Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. «Неужели если он умрет или будет убит, вы обратитесь спять?» Кто обратится спять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Аибан Аббас и Анна сказали, «Клянемся Аллахом, будто этот аят был неспосан сейчас». Люди, выходящие из мечети, повторяли этот аят, будто Аббубакр образумил их и пробудил этим аятом. Это и есть подлинное терпение, которое проявляется в первые минуты постижения испытаний. Терпение, которое пророк приказал, сказав, «Поистине, подлинное терпение — это то, что проявляется в первые минуты постижения испытаний». Когда люди впали в разногласия в отношении наказания веростопников, кто решил этот вопрос? Аббубакр. Он решил этот вопрос, когда было сказано, убить нам веростопников или же нет. Аббубакр встал и сказал, «Клянусь Аллахом, я непременно убью того, кто разделяет между молитвой и закятом, ведь закят — право имущества». Клянусь Аллахом, если бы закят состоял лишь из-за коля, который они выдавали пророку, то я сразился бы с ними из-за этого. Икол — это веревка, шнур, которым привязывают верблюдицу. Клянусь Аллахом, если бы они отказались выплачивать закят из-за коля, то я сразился бы с ними из-за этого. Как мы ранее говорили, правление перешло к Аббубакру после кончины пророка, миром и благословения Аллаха, под навесом Бану Саида, когда люди впали в разногласие после того, как до них дошла весть о кончине пророка, миром и благословения Аллаха. Когда Али, Аз-Зубейр, Аббас, Фадальбен Аббас и Усама вошли в дом Айши и задержались, омывая тело пророка, миром и благословения Аллах, и оборачивав Сава, поскольку они разногласили в том, как его искупать. Потому что ранее среди них не умирал пророк. Нажит ли его тело, сняв одежду или нет. По этой причине они задержались. Остальные сподвижники ждали их, чтобы совершить заупокойную молитву над пророком, миром и благословения Аллаха, а затем похоронить его. В то время ансары собрались под навесом Банус Аида и между ними пошел разговор о том, кто будет править над людьми после кончины пророка, миром и благословения Аллаха. Не из-за любви к власти, однако необходимо было наличие имама среди людей. Один из числа ансаров сказал, «Мы ансары, жители этого города, и правитель должен быть из числа нас». Другой же сказал, «Но ведь мухаджиры совершили переселение с пророком, миром и благословения Аллаха, поэтому имам должен быть как из них, так и из нас». Таким образом, произошло разногласие между ансарами в этом вопросе. Один из них вышел и отправился к Умару, с которыми были Абу Бакр, Абу Убейда и некоторые сподвижники. Тогда он сказал Умару, «О, Умар, поистине ансары собрались под навесом Банус Аида. Из них есть те, которые говорят, что имам должен быть из ансаров, и те, которые говорят, что имам должен быть из числа ансаров и мухаджиров». Умар поговорил с Абу Бакром и Саддыком, и Абу Бакр сказал, «Пойдемте к нашим братьям ансарам». Затем Абу Бакр, Умар и Абу Убейда отправились к ансарам, дабы топор не рухнул головой. Поскольку, если бы они избрали правителя, присягнули бы ему на верность, то как бы они потом решили этот вопрос? Это повлекло бы проблему. К ансарам отправились Абу Бакр, Абу Бейда и Умар. Далее Умар рассказывает, «Я подготовил слова про себя в душе, чтобы высказать их, а когда мы дошли до ансаров, и я захотел произнести их, Абу Бакр сказал мне, спокойно. После этого я не захотел противиться ему». Умар сказал, «Абу Бакр произнес такие слова, которые были лучше, чем то, что я подготовил». В своих словах он похвалил ансаров, упомянул их достоинства, статус и любовь пророка, мир и благословения Аллаха к ним. А затем сказал, «Однако мы являемся правителями, а вы министрами». Дело не в том, что он желал править людьми. Нет. Однако религия. Дело было связано с религией, подобно тому, как если ты выйдешь в путь с людьми, и кто-то спросит, кто будет возглавлять молитву, и один из вас скажет, «Тот, кто лучше всех знает книгу Аллаха». Это религия. Если он лучше знает всех Коран, это же не означает, что он хочет возглавить их. Однако означает, что он хочет напомнить им о соне пророка, мир и благословения Аллаха. После этих слов предводителя Курешитов, все люди согласились с ним. Когда же Абу Бакр сказал, «Присягните одному из этих двух мужчин», имея в виду Умара и Абу Бейду, в отношении которых пророк умер, будучи довольным, Абу Бейду сказал, «Напротив, мы присягнем тебе, ты наш господин и лучший среди нас». Умара сказал Абу Бакру, «Напротив, мы присягнем тебе, ты наш господин и лучший среди нас». И так оно и было. Он их господин и лучший из них, да будет доволен Аллах ими всеми. Это Абу Бакр, саддик, да будет доволен им Аллах. Великая личность. Что касается его правления, то много происшествий было в тот период, как сражение с вероотступниками, сражение с отказывающими выплачивать закят, римско-персидские открытия, собрание Курана, отряд Усамы, который снарядил пророк, миром и благословением Аллах, и который прожил Абу Бакр, саддик, да будет доволен им Аллах. Это жизнеописание Абу Бакра, саддика, да будет доволен им Аллах. Есть также темы, которые я хотел затронуть относительно сомнений, связанных с Ирой Абу Бакр, вводит доволен им Аллах и опровержений на них. Перед тем, как затронуть тему о сомнениях вокруг Сиры Абу Бакра, мы поговорим сейчас о самых важных вещах, которые случились в его время зазволения Аллаха. Во время Абу Бакра саддика, да будет доволен им Аллах, произошли две великие вещи, а это собрание Курана въедино, чего не делалось до него. Да, Куран был собран в сердцах, сподвижниках пророка, миром и благословением Аллах. Было собрано частично у сподвижников пророка, миром и благословения Аллах. И было у пророка большое количество писцов, которых звали писцы Корана. Даже было сказано, что их число достигало до 43 мужчин, и все они писцы откровения. Из них четыре праведных халифа, Абу Бакр, Умар, Усман и Али, а также Зайд ибн Сабид, Муас ибн Джабль, Муавия ибн Абисуфьян, Абу Зар иль Хефари, Абу Хурейра и другие сподвижники пророка, миром и благословения Аллах. Абу Бакр, Ас-Сиддик, собрал Коран после битвы Али-Ямам, а эта битва является разделительной чертой в сражении с вероотступниками. Она была против Бану Ханифы, во главе которого был Муселлима, который вскоре стал известен как Муселлима Каззаб, то есть лжец. В этом сражении погибло большое количество чтецов Корана, поэтому Умар, дободя доволенным Аллах, предложил Абу Бакру Сиддику собрать Коран воедино. Однако Абу Бакр отказался. Затем Умар обратился к нему еще раз с этим предложением и Абу Бакр согласился с ним. И в действительности Абу Бакр обратился к Зайду Ибн Сабиту да будет доволенным Аллах сделать это благое дело, а именно собрать Коран воедино. В действительности он был собран воедино в эпоху Абу Бакр да будет доволенным Аллах. Зайд Ибн Сабит сказал, если бы мне приказали передвинуть гору с одного места на другое, то это было бы легче для меня, чем это дело, имея ввиду собрание Корана воедино, боясь, что он может упустить из Корана одну букву или добавить ее, или же спутать аяты. Его задача была слишком тонкой, и Зайд Ибн Сабит справился с этой задачей в наилучшем виде. Когда наша речь зайдет про Усмана Ибн Афана, мы поговорим о разнице между собранием Корана Абу Бакрам и собранием Усмана Ибн Афана, поскольку Усман собрал Коран второй раз, как это известно. Вторая вещь это сражение с вероступниками и теми, кто отказался выплачивать закят. Необходимо разделить между вероступниками и отказавшимися от выплаты закята. Вероступники это те, которые заявили о подказе от ислама, а они в свою очередь делятся на две категории. Первая категория это те, которые последовали за лжепророком. Вторая категория это те, которые отказались от ислама и не стали следовать за лжепророком. Третья же категория это те, которые воспротивились выплачивать закят. Что касается воспротивившихся выплачивать закят, то Умар, да будет доволен им Аллах, сказал о них Абу-Бахру. «Как ты будешь сражаться с людьми?» Ведь Пророк сказал, «Мне было приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — его раб и посланник. Если они засвидетельствуют, то они сохранят от меня свою кровь и имущество, кроме как если по праву». Воспротивившиеся выплачивать закят являлись мусульманами и произносили слова свидетельства. Абу-Бахру Сиддик, да будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, я непременно убью того, кто разделяет между молитвой и закятом. И клянусь Аллахом, если бы закят состоял лишь из веревки и каля, которые они выдавали Пророку, то я сразился бы с ними из-за этого». Воистину, молитва и закят являются единым целым, и действительно, он сражался с ними. Умар сказал, «Клянусь Аллахом, я видел, как Всевышний Аллах раскол грудь Абу-Бахру в этом деле, и понял, что это и есть истина. А это указывало на то, что Аллах направлял и содействовал Абу-Бахру Сиддика, да будет доволен им Аллах». Есть те, которые говорят, что большинство арабов отступились от религии, также есть те, которые говорят, что отступились много арабов. И есть большая разница между этим заявлением и тем. Ведь слово «много» не означает большинство. И это верное мнение, поскольку не отреклись от веры большинство арабов, а лишь некоторые племена в некоторых местах. Из тех, кто отрекся от религии, были жители Бахрейна, за исключением жителей Джувассы. Бахрейн – это Алихса. До сих пор есть эта известная местность – Джувасса в Алихса. Жители Бахрейна отреклись от религии и остались лишь жители Джувассы, которых вскоре окружили и напали на них вероступники, что они даже отправили письмо в послание Абу Бакру Саддыку, в котором говорилось. «Разве не дошел послание за Абу Бакр? И у наше селение собрались все вместе. Окажете ли вы помощь благородному народу, который осаждается в Джувассе, как будто их кровь проливается со всех сторон, а лучи солнца покрывают тех, кто смотрит на нее? Воистину, уповаем мы на милостиво, ведь обнаружили мы терпение лучшим для уповающих». Это что касается жителей Джувассы, когда они последовали религии Аллаха и отказались от того, на чем были люди, как вероступничество от религии Аллаха. Джарут ибн Муалля собрал жителей Джувассы и сказал им, «Были ли посланники до Мухаммада, мир моих благословений Аллаха?» Люди сказали «Да». Он спросил «Вы видели их или услышали о них? Ведь они не застали Мусу, Ибрагима, Иису, Закарию, Яхью, Солиха, Худа и других пророков». Люди сказали «Поистине, мы не застали их, однако узнали о них». Он спросил их «И где же они сейчас?» Люди ответили «Умерли». Тогда он сказал им «Поистину, подобным образом и Мухаммад умер». Подобно тому, как другие посланники умерли, таким же образом умер и Мухаммад, мир моих благословений Аллаха. Однако осталась религия Аллаха. Своим отказом выплачивать закат стали известны Бану-Ярбу из Бану-Тамима. Фахль Бану-Ярбу из Бану-Тамима, из них Малик ибн-Нуверия, брат Мутаммима ибн-Нуверия. Мутаммим не отрёкся от религии, однако отрёкся его брат Малик. Это потому, что он отказался выплачивать закат и прочёл некоторые сроки поэзии. Мы повиновались посланнику Аллаха, когда он был среди нас. О, рабы Аллаха, что же такого с Абу-Бакром? Унаследует ли он Абу-Бакру правление после своей смерти? Клянусь Аллахом, это вещь, которая ломает спину. Абу-Бакр отправил к ним Халида и Баналь-Валида, и он сразился с ними из-за отказа от выплаты заката. Учёные говорят, отказывающийся выплачивать закат не будет считаться неверующим, кроме как если он будет сражаться, дабы не выплачивать его. Халит сражался с ними до тех пор, пока они не вернулись к истине. Упоминают, что Мутаммима ибн-Нуверия, брат Малик, оплакивал своего брата Малик. Он любил его, посему оплакивал его со словами. Мы были подобны двум поражённым эрам. Испокон веков говорили, что мы не разлучимся. Когда же мы расстались, как будто мы с Маликом, за всё время проведённое вместе, не ночевали вместе ни разу. То есть, всё это исчезло, несмотря на то, что мы были подобны одному телу. Когда Умар ибн-Аль-Хаттаб услышал эти строки от Мутаммима ибн-Нуверия, он сказал, «Клянусь Аллахом, я хотел бы быть поэтом и оплакивать своего брата Зайда так, как ты оплакивал своего брата». Зайд ибн-Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, пал мучеником в битве Алиямама. Умар сказал, «Клянусь Аллахом, я хотел бы быть поэтом и оплакивать своего брата Зайда так, как ты оплакивал своего брата Малика». И что же ответил Мумутаммим? Он сказал, «О, Умар, клянусь Аллахом, если бы мой брат умер на том, на чём умер твой брат, то я не стал бы его оплакивать. То есть твой брат стал шахидом, а мой брат — вероступником». Он сказал, «Клянусь Аллахом, если бы мой брат умер на том, на чём умер твой брат, то я не стал бы его оплакивать». Умар сказал, «Клянусь Аллахом, лучше в него никто не соболезновал мне». В любом случае, как упоминали обладатели знания, можно разделить вероступников на несколько групп. Первая группа — это двое арабских племен, Ассад и Хатафан. Среди них был Тулейх аль-Ассади, и он возомнил себя пророком. Однако было сказано, что когда Халид ибн Аль-Валид направился к нему с войском, он покаялся. И действительно, он покаялся после этого и сражался с мусульманами. Тулейха рассказывал, «Я не показывал своего лица Абу-Баку при его жизни из-за стеснения перед ним, пока он не скончался. Это из-за того, что он отступился от религии и провозгласил себя пророком. Во времена Умара Тулейха аль-Ассади вышел в военный поход с мусульманами. Он был сильным, храбрым и полезным в сражении. Тогда Умар сказал Халиду ибн Аль-Валиду, «Воспользуйся им, однако не назначай его миром. Это мудрость Умара, да будет доволен им Аллах». Он сказал ему, «Воспользуйся им, потому что он храбрый полководец и воин, однако не назначай его миром, потому что у него есть ошибка падения. А это провозглашение себя пророком. Это что касается Тулейха аль-Ассади». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...